здравствуйте товарищи меня зовут михаил судаков на этом канале я реагирую на кип-поп иногда рассказываю про музыкальный шоу как вы помните я давно уже обещался наконец-то записать свои впечатления о шоу my teenage girl по итогам которого была сформирована группа классе и название которыми до сих пор ассоциируется с produce one one шоу потому что там была такая группа подгруппа скажем так который была чем они они тоже себя называли классе они исполняли песню push push это было прекрасно но неважно в общем это другая группа совершенно они кстати относительно скоро дебютируют в принципе молодцы девчонки за них очень рад про это немножко в конце но тем не менее я пропустил и так не отреагировал на 11 12 эпизод я в принципе на них уже даже начал записывать реакцию записал потом там проблемы были ее нафиг стер и его записываю заново хотя здесь мне пришлось брать фактически пересматривать 11 12 эпизод потому что я очень много я забыл натурально свои ощущения свои впечатления так что я как бы записал буду иногда посмотреть подсказку шпаргалку надеюсь не сильно часто но буду тем не менее ладно в общем если вы не смотрели эпизод можете посмотреть сейчас 11 12 есть такие люди которые со мной все дело смотрят если вы смотрели не знаю пересматривать не нужно можете просто мои впечатления послушать и что-то надеюсь вспомните вообще конечно делать не стоит как я разумеется ладно значит 11 эпизоде были последние таскать батлы до по итогам которого выбирали девчонки менялись теми которые как бы в уже дебютной группы состояли группе состояли вот была значит битва там одна была песня хавана та самая замечательная песня под которую гаин в продюс 48 она она можно сказать не на прослушивание а в первое выступление было и в общем то там победила насколько я помню минами да хотя обе девчонки были хороши победила она с таким умеренным перевесом там было по моему 180 на 200 одно очко окей нормально хорошо это неплохо после этого была песня соми дам-дам к сожалению не бёздый а дам-дам-дам-дам-дам не сильно нравится но тем не менее и там выступали две девочки с первого класса и выступали собственно говоря боин да которая там прям супер-пупер и сунжу а тут конечно большая проблема потому что на самом деле боин у нее чудовищная популярность особенно вот выступлениях один на один она прям такая любимца публики цвет очень красиво талантливая девочка что поделать но как бы собственно говоря сунжу она тоже очень классная и ей не повезло ну как и она бросила вызов боин и они эту песню обе использовали замечательно использовали исполнили замечательно у меня не было вопросов никто не другой отлично пели замечательно танцевали вылили очаровательно в общем просто все великолепно все супер но когда появились оценки так сказать и зала то там были оценки 294 у боин и всего 89 у сунжу и разумеется это вот девочку несчастную вторую сунжу ее просто можно сказать раздавила такой результат раздавил и даже боин проследила заплакала и сказала то я типа не у тебя все здорово получилось то есть на самом деле не конечно даже близко не была такая разница чудовищная просто вот все очень любит боин поэтому может быть они опять же я про это уже говорил они считают более красивый она из всех вот маленький девочка наиболее такая соответствует пожалуй стандартам красоты взрослым да хотя это странно может даже немножко креповато но тем не менее так она есть и вот за нее как-то все дружно проголосовали они частную сунжу просто вот не заметили что конечно не очень справедливо жалко что вот она так вот как бы не попала сюда скажем так вот затем была песня туэни ван камбэхо опять же выступали там юнсо и хио джу и в общем-то на мой взгляд они опять были более-менее равны по силам но вот хио джу выиграла опять же она более полярная девочка тут вопросов нет как бы затем последнее выступление я предпоследнее простите было feel special twice опять же были две хорошие девчонки ривон было и хинсо да ну хинсо она опять же супер красивая очень такая изящная с отличным голосом девочка она похуже танцевала чем танцуют принципе изначально чем ривон но тут она прокачалась под не знаю поднастроилась и в общем они обе опять же отличную я каждый раз говорю они обе замечательно исполнили за исключением последнего выступления но это другой разговор победил разумеется хинсо с большим разрывом 253 против 121 но опять же там разница была не настолько такая действительно хинсо чуть получше пела ривон чуть получше танцевала да хинсо было более наверное подходящий по эту песню и она такая более все изящная красивая а ну в общем ладно ривон есть равно в итоге повезло забегая вперед спойлер спойлеры и хотя эту битву она проиграла и как бы финальную группу первую которая первоначальную которая в 11 эпизоде была она вроде как не попала вот и в конце было такое соревнование лузеров на самом деле настоящая пели они песню леон про леон киллера внезапно и там были собственно йо хинсо о господи йо и дживу йо та самая красивая девочка которая к сожалению по талантам но не очень да как бы вот она столько не хотела как не могла прокачаться как не хотела на прокачаться до конца на прокачаться не успела то есть ну либо мало тренировалась либо скорее всего не просто изначальные данные кроме красоты таких как таковых нет но тем не менее она стала лучше на стол лучше петь стал лучше танцевать прогресс по моему заметен был по крайней мере мне точно и в конце даже это отметила собственно расаем которая приметила и добрала изначально группу и она сказала ты молодец прогресс заметим все хорошо но все-таки нужно хорошо было бы чтобы говорили не типа окей ты стал лучше чтобы ты была просто хороша пока ты не просто хороша вот к сожалению тем не менее эту битва она выиграла потому что вторая девчонка была еще хуже ну то есть банально и выиграла со счетом 196 на 177 то есть на самом деле опять же битва была равна так сказать без всяких намеков девчонки конечно обе по сравнению с остальными не очень именно по своим талантам ну что ж поделать ладно по итогам этого соревнования еще семерых девчонок выгнали к сожалению и шоу и среди них были две офигенные вот мелкие девочки которым я следил за которыми я болел собственно говоря субины и сунжу к сожалению субин я вообще не очень верил да что она попадет она слишком такая не знаю сбалочная веселая такая прям какая-то офигенная и вот какую-то отдельную детскую группу пока что и будет самое оно то есть я бы рад если она попала она бы мне кажется добавила дополнительного какого-то не знаю кайфа какой-то изюминки этой группе но все-таки здесь очень многое строилось на внешности и видно было что люди голосуют в первую очередь по внешности она не какая-то там супер красотка да даже для мелкой девчонки она скорее именно забавная и милая смешная может вырастить супер красотку я не знаю вот а сунжу все-таки за нее вот реально обидно потому что она и внешне вполне себе соответствует тем самым стандартам да и она очень талантливая она даже по части вокала пожалуй по талантливый субин вот и она бой не особо-то уступает а может даже вообще не выступает но вот она как-то на фоне суббитой суббит на фоне боин она потерялась и к сожалению тоже очистить видимо так в этом дело жалко их но тем не менее ладно и потом наступил 12 эпизод и там разумеется весь эпизод интрига интрига там 14 девчонок семерых оставят а семерых выберут для как его там еще был бонус 50 тысяч очков не суть важно а семерых соответственно попаду семеро попадут в группу финальную в классе ту самую и что в итоге у нас получилось получилось у нас вот что на первом месте у нас казалось с таким ну не очень большим перерывом на самом деле отрывом вон джимин почему вон джимин оказалась на первом месте я искренне понимаю то есть она нормальная но я ее всегда как-то не особо замечал и как-то мне на не казалось какой-то выдающийся какой-то особенный какой-то супер крутой так далее всегда были девчонка которые лучше танцуют лучше ее поют лучше и он извините просто вылет и какие-то более харизматичные то есть опять же ничего против нее не имею особо да никакая ты бестоларная девочка которая как бы не пойми как пробилось но блин там было много девчонок которые были на мой взгляд талантливый интереснее как то не знаю харизматичные и она здесь оказалась на первом месте у меня вот опять я либо совершенно вообще от слова вообще не понимаю корейцев либо на этом мысль останавливается потому что уже который раз первое место в группе занимает девочка которой я не периодически приходится что происходит вообще понятно мне при периодически приходит типа а это кто вот реально здесь прошел там сколько месяц полтора я помню всех кроме вот вон джимин я такой кто это мне пришлось выступление пересматривать я сидел так наверное да но странно окей хорошо второе место с небольшим отрывом там было так 243 тысячи 302 очка вот первое место и второе место 241 тысяча 178 очков то есть буквально совсем совсем чуть-чуть занимать заняла ким соню до ким соню а эта девочка которая с кем она батлил стены на самом деле когда она проиграла имею было очень-очень жалко а по-моему с юн джун она батлилась и проиграла фокус в том что как-то я до этого почему-то не особо замечал и как-то не вызывал мне сильной симпатии но вот когда она проиграла у юн джун она во первых очень хорошо выступала как ни крути она была похожа чуть-чуть чем юн джун но выступала очень здорово и она потом не знаю так умильно так мило так не знаю трогательно выглядела она стояла так вот смотрел когда он проиграл ее как бы из группы убрали но временно разумеется убрали и типа ее в запас поставили она выглядела как такой котик знаете несчастный который так типа как же так ну ладно хорошо окей вот не знаю у него было супер умильное выражение лица и плюс она в принципе ну опять же показали реакцию она была очень такая скромная приятная повторюсь выступала на хорошо как ни крути и в общем после этого момента за меня начал болеть я очень обрадовался что она в итоге попала в группу еще на второе место честно говоря если что-то пошло лучше бы она была бы на первом мне казалось это было бы прикольнее ну да ладно на третьем оказалась мюн хинсо собственно говоря да она и красотка голос голос у него замечательный т.д. и т.п. там 217 тысяч очков у него было с копейками хорошо на четвертом хон хиу джу опять же одна из девочек которые ну нормально но я не могу сказать что за не сильно следил за него болел и я предпочел бы что не вместе оказалось другая ну ладно она еще очень высоко оказалось меня реально постоянно такой с этими группами ну вот на пятом кемере он повторюсь на кемере он прикольная хорошо вместо свое не заслуживал абсолютно на шестом всего-то на самом деле хотя опять же ладно бывает побоин оказалось мощный ряду может она будет еще выше на самом деле ее прям очень сильно любили видите она там с огромным отрывом других побеждала но тем не менее хорошо и на седьмом месте чего он оказалось чего он тоже абсолютно заслуженно попала я удивился что даже на седьмом я уже начал переживать блин а вдруг чего не попадет но нет все таки чего он слава богу попал хотя они там конечно интригу нагнали караул 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 что я хочу сказать по поводу этого лайнапа из семерых девчонок пятеро мне запомнились я за ними следил я в принципе за ним болел нас хорошо за тремя четырьмя за четырьмя и вообще прям сильно болел за остальными я болел там за например и вон я болел умеренно но тем не менее еще две ладно пусть будут мне не жалко ничего такого страшного что в целом состав неплохой более того группа реально дебютирует уже вот-вот есть точно посмотрю когда сейчас секунду классе почему я сразу не проверил дебют дэйт давайте скажем сразу 1000 2022 потрясающе а 5 мая все правильно 5 мая буквально тоже через не знаю три недели они дебютируют и мы посмотрим что у них будет за первая песня прекрасно как они там будет выглядеть как на там партия распределяться и т.д. т.п. вот более того в отличие от других шоу групп которые созданы по мотивам всякий шоу которые обычно там год-два полтора максимум они распадаются нафиг эти девчонки подписали контракт на семь лет потенциально то есть их вот канал может тянуть это у нас кто был mbc да mbc что канал может тянуть семь лет эту группу и это на самом деле очень здорово в этом плюс одной стороны с другой стороны если вдруг не дай бог группа у них не взлетит не дай бог или там взлетит три года побудет а потом у него популярность спадет ничего это как бы не предвещает но всякое может быть тогда девочки попали потому что они на 7 лет в контракте можно сказать в кабале его этого канала и я не очень уверен что канала скажут ладно девчонки не получилось не получилось все гуляйте как бы там вы свободны ищите дальше свою так что я теперь искренне надеюсь это короче палка двух концах как говорится я искренне надеюсь на то что не все получится и группа взлетит и будет популярные 7 лет они смогут нормально с ним выступать и уже там чем 7 лет не знаю опять же они уже повзрослеют и можно будет концепт менять с такого чисто девичьего весел я не представляю что может быть еще если честно учитывая что некоторым участницам там реально очень мало летом 14 15 так далее я очень надеюсь что у них еще к со временем будет реально концепту ну меняться меняться от детского просто в девичий в милашный в не знаю взрослый секси и так далее тому подобное ну желательно чтобы это действительно было сильно попозже вот как то так что касательно девочки которые не попали ну во первых то что не попала и он я очень рад мне принципе и он была симпатична она вполне скромная девочка опять же она красивая она старалась она улучшалась не окончательно улучшалась но слава богу пусть она дальше повышается прокачается пойдет на еще коим-нибудь шоу попадет финальную группу из действительно будет достойно этого и и тогда скажут господи прекрасно ты молодец ты вот взяла и буквально там год-два назад ничего не умела сейчас ты прям все умеешь если получится так будет очень здорово если бы не дай бог из-за своей внешности она попала группу сейчас было бы очень плохо и печально потому что ее бы в интернете так хейтили вы просто не представляете как бы хейти прям кошмар как бы хейти вот сейчас еще посмотрю какие тут результаты по очкам были у всех остальных да самое забавное что она на самом деле вот чуть-чуточку не попала в группу потому что она по факту попала на восьмое место с результатом 181 тысяч очков а у чего напомню 198 тысяч очков и вот еще чуть-чуть и она могла попасть тогда было бы плохо опять же здесь я подозреваю все-таки злой или дам случае даже немножко добрый умысил канал потому что канал решил ладно ладно давайте мы девочки жизнь как бы портить не будем ну нафиг и давайте мы немножечко по голосам понизим я опять же не очень верю здесь честные розыгрыши тут и канал злали зла монтажом занимался не так яростно как и нет разумеется но тем не менее касательно зломонтажа чё юн джун она в итоге попала на 14 место и набрала 27 тысяч очков напомню первое место 243 тысяч очков девочка которую я даже не особо запомнил на 14 месте 27 тысяч очков во-первых искренне верю что канал ей очков просто зажал это раз во вторых и это не исключает абсолютно одно другого ну ее за злоредактили и ее представили как что она другим девочкам девочкам когда вот они там троем до выбирали что потом где батались что она типа пожадничала да и себе все забрала все партии реально так выставили это было не очень красиво стороны канала я про то же говорю меня по этому поводу уже бомбила яростно и скорее всего это все действительно за слуха в том что он там курит или типа того слухов ни слухов не суть важно как бы очень девочки таким макаром по крайнее это шоу спорте надеюсь они спортили колиру карьеру потому что действительно талантливая очень классно танцует она опять же пойдет хорошо она вообще а чаровашка бояшка она вполне себе кажется на бесплатно а не жадное а амбициозные две большие разницы на самом деле и я очень надеюсь на то что не дальше будет все хорошо и что ее вот эта вот неудача, вот эта там, не знаю, какой-то хейт, в интернете ее там тоже хейтили и так далее. Ну, дебилы в интернете, что поделать. Ее не сломит, и потому что, ну, блин, 27 тысяч очков, это вообще какой-то капец. То есть, Ким Юйон, которая красивая, и при этом, конечно, при этом ничего особо не умеет пока, что у нее 180 тысяч очков, у этой 27. Ну, пфу, жуть какая-то. Вот. Ее мне особо жалко. Ну, и остальные девочки тоже, там есть нормальные вполне себе, которые были. Я вот сейчас на скидку пытаюсь вспомнить, которых мне было прям жалко именно из этого эпизода, которые не попали. Нет, в общем, там есть миленькие девочки, но чтоб так я прям сильно расстроился. Юнсо хорошее. И т.д. и т.п. В общем, финальный, повторюсь, результат меня более-менее устраивает. Да, я бы хотел, чтобы там еще две девочки. Вместо двух названных мной, например, была Юнжун и, например, Сунжу. Вот, увы, их не было. Не получилось. Но, ладно, может быть, получится у них в следующий раз. Особенно у Сунжу, мне кажется, вообще получится. Она сейчас совсем молодая, ей еще выступать и выступать, и участвовать в шоу, участвовать в шоу. Как-то так, товарищи. Будем теперь уже, опять же, вышел тизер у класса. Я его посмотрел. Там по тизеру по музыке, слава богу, ничего не понятно. Не люблю я, да, тизеры по музыке. И 5 мая, там, 5-го, что, наверняка от меня будет реакция. Так что ждите и посмотрите вместе со мной. Посмотреть точнее, а потом посмотрим, получилось ли у этой группы хоть что-то, да, на старте. Очень надеюсь, что у них получится лучше, чем у Кеплер, который вода, да. Вот, как-то так. Ладно, товарищи, спасибо большое за то, что вы со мной это были, за то, что вы терпеливо дожидались моей реакции на 11-12 эпизод, что, конечно, бред с моей стороны. Да, нельзя так действительно затягивать яростно. Но я хотя бы, видите, собрался силами и все записал. Когда я это выложу, я, кстати, не знаю, надеюсь, что скоро. Потому что, если я это записал сейчас, это у нас на часах, 19 апреля, на часах, 3.43, 19 апреля. Если я записал это 3.43, 19 апреля, это не значит, что я выложу, это там 15-43 20 апреля. Нет, это значит, что я это выложу, постараюсь в ближайшее время. Вот много дел, много дел, много дел. Ладно, товарищи, еще раз спасибо большое. Поставьте лайк, подпишитесь, не знаю, поддержите меня на Бусти. Повторюсь, только Бусти помогает мне, не знаю, как-то вы вырывать еще больше времени своего занятого графика, чтобы смотреть шоу и чтобы еще на них записывать реакции. И чтобы вот сидеть, и я блин, час или два сидел и вот просто пересматриваю эти эпизоды кусками, не знаю, выписывал что-то, там какую-то информацию искал, поголосал, вспоминал. В общем, сам, конечно, не виноват, сам дурак, но это не так просто, как вы думаете, особенно, когда ты смотрел, что знает, когда это дело. Все, всем спасибо, пишите в комментариях свое мнение об этих эпизодах и вообще о итогах шоу. Субтитры сделал DimaTorzok